По легенде, бог Прометей даровал нашим предкам стихию огня. Однако божественный дар стал для людей не только источником тепла и света, но и наказанием. Возникающий пожар они считали небесной карой и боролись с пламенем, молитвами и различными обрядами. Существовало и такое суеверие, что удары грома и молнии поражают лишь те предметы, в которых спрятался нечистый дух. Долгое время считалось, что пожары, которые происходят из-за молнии, тушить водой ни в коем разе нельзя. В некоторых регионах Белоруссии в огонь бросали обручи от бочек, пасхальные куриные яйца. В 16 веке в городах начинают появляться постановления по правилам пожарной безопасности, которые легли в основу огненных порядков. Каждый домовладелец должен был иметь бочку или кать с водой, должен был иметь лестницу, ведро, топор, богор, ушат и крючья. Согласно огненным порядкам, по сигналу колокола, на заходе солнца все жители гасили огонь в домашних очагах и печах. За соблюдением правил следили так называемые стражники от огня или огняники. Эти люди должны были действительно руководить тушением пожаров. Появляются такие кликуны, которые постоянно напоминали людям о том, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в ночное время. Кликунами по отбитии каждого часа на городской башне должно было озвучиваться время и каждый час их фразочка заканчивалась словами «Осторожнее, хозяева с огнем». В случае пожара ночные сторожа должны были стучать колотушкой, чтобы разбудить обывателей. Того, кто уклонялся от пожарной повинности, гнали на тушение пожара силой или сурово наказывали. В то время в тушении пожара принимали участие практически все горожане. Прибывшие на место происшествия, они могли попробовать себя, например, в качестве качальщика. Работая на ручном насосе, они обеспечивали поступление воды к месту возгорания. В основном это были добровольцы из Минского вольного общества пожарных охотников, которые носили такую же форму, как рядовые пожарные. Брандсмейстеры, как назывались пожарные с 19 века, ездили на повозке с лошадьми. На нее закреплялась бочка с водой и необходимые инструменты. Комно-бочечный ход являлся самостоятельной единицей в распоряжении пожарной команды. И его главная задача была доставить к месту пожара воду в бочках. Пожарным необходимо было предпринять все меры по спасению людей на пожаре и локализовать пожар до прибытия основного хода. Сирен в те времена не было, поэтому на передовом конно-бочечном ходу устанавливали колокол. Так все вокруг знали, что огнеборцы мчатся на пожар и их движению мешать ни в кон случае нельзя. Условия пожарной службы также значительно отличались от современных. Пожарные команды в городах привлекались к работам, иногда совершенно не связанным с тушением пожара. Должны были привозить воду, дрова в полицейские участки, они должны были чистить снег. Они зажигали и тушили фонари. Проживали они в казармах. Отлучиться из казармы было практически невозможно и только лишь по распоряжению начальника. Некоторые пожарные не имели отпуска не только месяцами, но и годами. Ситуация изменилась, когда комплектование пожарных команд стало осуществляться не через военное министерство, а по вольному найму. В эту профессию приходили неравнодушные смелые люди. Они способствовали развитию пожарной службы, чтобы спасти жизнь каждого, оказавшегося в беде. О борцах с огнем прошлого века вам рассказывали Алена Чернявская и Сергей Курков. Утро. Студия Хорошего Настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова